Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину по эфирам. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Эфириум – 3800 долларов. Мы смотрим на сайте bitcoinprice.liv. Индекс страха и жадности – зеленый, 72%. Это ставка финансирования на биткоине. Цена биткоина – 67781. Биткоин прямо сейчас падает, но растут торговые объемы на эфире. Интересно. А теперь график переключится на BNB. Это сайт bitcoinprice.liv. Это BNB, торговые объемы. И здесь формируется гигантский бычий флаг. Огромное такое полотно формируется на BNB. И, возможно, выйдем вверх. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Сортирую ватч-лист. Я ранний инвестор во многих проектах. Финансовых советов не даю, принимайте свои решения. MCRT плюс почти 10%. Nvidia плюс 7%. Я бы сейчас был очень осторожным с Nvidia, чтобы покупать… Я видел там в Телеграме у меня, покупают Nvidia. Но время покупать Nvidia было, когда я говорил об этом, в общем, раньше. А теперь уже, скорее всего, рост заканчивается. Может быть, конечно, еще 2x покажет, но если вы закинете 1000 долларов, то у вас будет 2. А вот несколько лет назад, если бы вы купили, то другое дело. Ворлдкоин плюс 4,3%, партисия плюс 4,5%, биткоин 64,800. Что на графике? Основная желтая трендовая линия, по которой идет биткоин вверх. Вот она, желтая трендовая. Поэтому я бы ожидал, что биткоин снова опустится на эту трендовую. На 56 тысячу биткоина очень сильная поддержка. Вот здесь опускался биткоин на 56. Стохастик сейчас направлен вниз. А я раньше предупреждал, что не нужно заходить в лонг. Или нужно быть осторожным. Вот несколько дней назад я предупреждал. Не открывайте крупные лонг-позиции. Лучше заходить в лонг после коррекции, когда биткоин опустится на уровень поддержки. И я все еще придерживаюсь этого мнения. На недельном криптогурбот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Объемы немного падают за последние недели. Смотрите. На биткоине. Поэтому опять же нужно быть осторожным при открытии крупных позиций. Торговые объемы – это важно. Стохастик направлен вниз. Объемы падают. И биткоин уперся в сопротивление. И оттолкнулся от него. Максимум ниже предыдущего. И минимум ниже. Оттолкнулся от трендовой линии. Я этого ожидал. Почему? Потому что это симметричный треугольник. Извините, ребята, тут цыплята бегают вокруг меня. Мешают. В общем, симметричный треугольник. Внутри там создается давление. И выходим, когда пройдем 70% длины. Я бы ожидал, что вот здесь будет выход. Значит, биткоин пока что может уйти вниз. На эту желтую трендовую линию. И уже оттуда разворачиваться. Вот такая идея. Но у биткоина есть уровни поддержки. На 64 400. И еще ниже на 59 500. Поэтому буду ждать, пока биткоин туда упадет. На эти уровни. Честно говоря, эта поддержка выглядит слабоватой. Лучше поддержка чуть ниже. 62 63. Хороший уровень поддержки. Вот здесь, вверху. Может быть, конечно, что-то и увидим. На 64. Но такое. 62. Хороший вариант. Там может быть отскок. Если биткоин упадет вниз, то легко может упасть на 59 тысяч даже. Поэтому нужно скорректировать мои заявки. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. Один – это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я торгую в основном на Bybit с айфона. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И присоединяйтесь к моему телеграмму. Перейдем на мой торговый аккаунт. Здесь у меня стоят заявки. Достали уже эти цыплята. Да, так вот, на 64500 у меня стоит заявка на 3 биткоина. И на 6250 на 10 биткоинов. Это на деривативах. Но я сейчас хочу скорректировать эти заявки. Хочу поставить на более сильную поддержку. Мне кажется, что биткоин может улететь вниз. Поэтому отодвину заявочку на 62. Пожалуй, поставлю вот здесь. Не хочу открываться слишком рано. Я бы сказал, что на 63 можно поставить. Стоп-лосс будет на 62 тысячи. 62 500. И тейк-профит тянем на 88 тысяч. На большое сопротивление. Откуда я взял это сопротивление на 88? А потому что мы провели трендовую линию. Через бычий рынок 2021 года. 2021 год. Одна вершина, вторая. Затем медвежий рынок. И формируется чашка с ручкой. Видите, да такая большая. И там дальше сопротивление на 88 тысяч. Но если эта чашка с ручкой отработает, то пойдем на 115 тысяч. Но сначала нужно выйти из этого симметричного треугольника. В общем, две такие торговые идеи. Риск 568 долларов. Заработать можно 30 тысяч 200. Это вращать на один биткоин без плеча. И вторая торговая идея. Зайти на 62 900. Значит, мне нужно откорректировать заявку. Давайте поставим на 63 тысячи. Упс. 63. Зайдем на 3 биткоина. И на 10 биткоинов по 60 250. На балансе 642 тысячи долларов. И что я держу на споте? 17% в MCRT. Я покупаю MCRT. У меня там уже примерно 50 миллионов. И я еще ничего не продал. Наоборот, набираю больше и больше. USDT на 213 тысяч. Но опять же, это все не финансовые советы. Я инвестировал в 80 разных криптопроектов. И во многих из них я ранний инвестор. Юнисвап у меня на 9,8%. Ворлдкоин на 7%. Покет тоже на 7%. Доджкоин на 6%. Хочу больше доджкоина. Но хочу также больше и кэша. Я думаю, что биткоин... Что биткоин? Мне один биткоин. Биткоин на уровне сопротивления. Может быть сейчас продать и откупить на 5000 дешевле. В принципе, мне нравится мой портфель. Так что оставлю. Стоит заявка на ворлдкоине по 3,60. Покет под 9 центов. И биткоин хочу взять по 58 тысяч. Но я хочу больше доджкоина. Доджкоин, доджкоин. На моем сайте, который bitcoinprice.life, там тоже есть график доджкоина. Но давайте посмотрим здесь. А почему мне нравится доджкоин? Потому что Илон Маск поддерживает доджкоин. Илон Маск. И похоже, что он собирается интегрировать доджкоин в свой твиттер, который X. Но это лично мое субъективное мнение. Вы там сами решайте. Смотрим на график по доджкоину. И доджкоин тоже уперся в сопротивление, как и биткоин. Видите, да? Здесь треугольник. И тоже доджкоин уперся в сопротивление. Слишком рано сейчас выходить из этого треугольника. Как правило, выходим из треугольника, когда пройдем 70% длины. Это означает, что может доджкоин опуститься еще на 11 центов. И также посмотрите на стахастик и торговые объемы. Стахастик идет вниз, а торговые объемы падают. Может быть, конечно, падение на доджкоине. Да и везде. USDT на 213, MCRT, биткоин, Юнисвап на 53 тысячи. Юнисвап неплохо вырос в эти дни. Давайте сократим позицию по Юнисвап, потому что неплохо я там поймал это движение. И можно зафиксировать часть прибыли. Что-то опасаюсь я того, что польется биточек. Давайте продадим Юни на 5000 долларов, чтобы сократить позицию чуток. И также... А, уже исполняется ордер. Ну хорошо. Давайте продадим еще на 5000 долларов. Юнисвап. Что за объемы на Юнисвап? Да на самом деле хорошие объемы. Давайте проверим на графике. Заполняются-то быстро ордера на продажу. Это хорошо. Говорит об объемах. Они есть. Посмотрим. Юнисвап. 10.80. Вышел из треугольника. Чашка с ручкой. Так Юнисвап неплохо выглядит. Формируется-то чашка с ручкой здесь. И торговые объемы. Они, конечно, подсели чуток, но все еще неплохие объемы. Ну ладно. Оставлю уже то, что не продал. Ну что ж, на этом на сегодня все. Не забывайте присоединяться к телеграмму. 366 трейдеров онлайн обсуждают что-то. Как я могу купить Nvidia на Bybit? На фондовой бирже можете купить Nvidia. Через брокера. Но я бы в любом случае был осторожным с покупками. Один подписчик, сейчас пытаюсь найти, поблагодарил меня за сигнал на Nvidia, который я когда-то давал. Как раз я тогда говорил, покупайте Nvidia. А вот здесь, смотрите. Джеймс, я купил Nvidia. По твоему сигналу еще в 21 году. И посмотри, что через три года. Плюс 549%. У него было 1139 долларов, а теперь 7790. И тогда было как раз самое лучшее время для того, чтобы покупать Nvidia. А теперь нужно быть аккуратным. Потому что уже дороговато. Ну что ж, на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте посмотрим, как там дальше пойдут дела на рынке. И что будет дальше. Но я бы сейчас очень осторожно заходил в лонги. Потому что объемы падают, и рынок может упасть. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. ЗАВТРА То же, например. То же, хорошо.